Правительство одобрило расширение штата Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, увеличив количество сотрудников с 85 до 110. Решение было принято на заседании Кабмина с тем, чтобы лучше реагировать на проблемы в аграрном секторе. Госсекретарь ведомства Василий Шарбан отметил, что среди основных изменений создание четырех новых подразделений и реструктуризация остальных. Мы также создадим и другие подразделения в зависимости от нужд и задач, предложенных министерством, среди которых изменение климата, оказывающего влияние на сельское хозяйство, на экономику, что опять же требует другого подхода к развитию алгоритмов, анализа воздействия, где также необходим экономический подход и другое. В отношении безопасности пищевых продуктов будет новое подразделение, которого до сих пор не было. Шарбан также сообщил нам, что решение было принято в условиях повышения сложности задачи необходимости эффективного управления программами по поддержке фермеров, а также развития политики, обеспечивающей устойчивость сельского хозяйства. Госсекретарь также добавил, что было предложено больше кандидатов, но правительство это отклонило. Новые сотрудники вступят в должности в 2025 году. Таким образом, бюджет министерства будет скорректирован, поскольку расходы увеличатся, подчеркнул Шарбан. Отметим, что когда партия действий «Солидарность» во главе с Майей Санду пришла к власти, было обещано в целях экономии сократить как расходы на госструктуры, так и количество чиновников. Но происходит ровно наоборот. Количество министерств было увеличено с 9 до 13, соответственно, и штат сотрудников вырос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова